МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День. С новостями региона вас познакомлю я, Олег Исаев, в этом выпуске. В Светлограде сегодня запустили новый кондитерский цех. Аналогов предприятию пока в крае нет. Серьезная авария произошла в Кочубеевском районе. Опрокинулась пассажирская «Газель». Пострадали шесть человек. Я увидел белую машину, и все, ее уже понесло, закрутилось, начали переворачиваться. Ставрополь готовится к выборам. Наша съемочная группа убедилась в доступности избирательных участков для тех, кому физически нелегко попасть на голосование. Здесь существует атмосфера, что ты не один, что нас много людей, которым не все равно. Далее подробности. Ставрополь сделала еще один шаг на пути к полному самообеспечению. Вблизи Светлограда сегодня запустили новый кондитерский цех. Аналогов новым мощностям предприятия пока в крае нет. Продукция фабрики займет на рынке место зарубежных конкурентов. И, как уверяют краевые власти, от этого вкус к сладкому ставропольский покупатель не потеряет. О новом производстве подробнее расскажет Ефим Пушкин. Новые мощности в тестовом режиме работают еще с мая месяца. За это время на предприятии освоили больше десятка техник выпечки печенья, а также наладили производство баранок. Ирина Черновая, технолог с 15-летним стажем, уверяет, эти сладости с пылу с жару дадут фору любой заграничной конфете. Говорит, секрет не только в особой рецептуре. Фирменный вкус не получится без натурального ставропольского сырья. Дома такая продукция не получится, потому что температура другая, печки другие. Ну не так, как дома. Здесь вкуснее. Помимо этого цеха в Светлограде, такого масштабного кондитерского производства в крае нет. Чтобы запустить здесь работу, инвесторы потратили 130 миллионов рублей. Площадка на 50 рабочих мест безостановочно работает пока что всего 12 часов в сутки. Но уже показывает результаты нетипичного для такого по фабричным меркам щадящего режима работы. Объемы производства предприятия, ну, что касается, конечно, кондитерской отрасли, здесь весьма внушительные. С этих конвейеров ежемесячно будет выходить около 1 тысячи тонн сладости. Этого вполне достаточно, чтобы забить и ставропольские прилавки, а также часть товара отправить в соседние регионы страны. Производители решили здесь сделать акцент больше на качестве, нежели на количестве продукции. Увеличиваться мощность производства, скорее всего, не будет. А вот ассортимент обещают расширить в разы. Это там сотни видов, к чему мы идем. И сейчас готовимся и уже ведем переговоры с нашими партнерами о приобретении дополнительного оборудования, для того, чтобы ассортимент был колоссальнейший. Новый цех сегодня же лично проинспектировал глава Ставрополья Владимир Владимиров. В беседе с прессой он отметил, что сладкий бизнес – важная деталь целого механизма импортозамещения. Только за первую половину этого года вложения в переработку сырья в регионе превысили полтора миллиарда рублей. Зато у ставропольцев теперь появилась возможность дешевле покупать гарантированно свежую и не менее вкусную продукцию собственного производства. Мы можем выращивать зерно. Сегодня мы показываем, что мы можем его перерабатывать и доводить его уже до конечных стадий потребления. До печенья, до масла, до макарон, до муки. Это сегодня, ну как я уже сказал, наш маленький ответ вот этим огромным санкциям. Вот она наша экономика. Мы можем выращивать его, можем перерабатывать. Кстати, новая партия ставропольских лакомств уже готовится к отправке и со дня на день появится на полках магазинов края. Ефим Пушкин и Иван Фильянов, Ставропольское телевидение. Правительство Ставропольского края сегодня решали непростую, но приятную задачу. Как потратить дополнительные поступления в бюджет? Благодаря успешному сотрудничеству с федеральной властью, краевую казну удалось увеличить больше чем на 800 миллионов рублей. Как распорядиться этими средствами, чтобы расходы получились максимально эффективными? Леонид Нечапуренко побывал на внеплановом заседании правительства и теперь знает ответ. В первую очередь от дополнительных доходов бюджета должны выиграть семьи с детьми. Для школьников не придется покупать новые дорогие учебники. Школы их приобретут за краевые деньги. Пособия из региональной казны смогут получить мамы, которые родили третьего ребенка. Или четвертого, или пятого. В этом вопросе предела нет. Ну а большую часть поступивших денег, почти половину, решили потратить на сельское хозяйство. По сельскому хозяйству программа развития сельского хозяйства на 107 миллионов увеличиваем собственные расходы для того, чтобы обеспечить условия садимансирования с федеральным бюджетом и получить почти 390 миллионов рублей федеральных ресурсов. Этот выбор не случайен. В свете последних внешнеполитических событий поддержка сельхозпроизводителей позволит ставропольцам не заметить пропажи с прилавков импортных товаров. В самом деле, зачем аграрному региону импортное мясо или помидоры? Половину уточнения бюджета отправляют на то, чтобы нам потреблять российские, ставропольские продукты. Половину уточнения бюджета для ставропольских продуктов. Вот и проявляют. Хорошо. Впрочем, не все поправки в текущий бюджет оказались приятными. Из-за изменения акцизов на топливо Дорожный фонд Ставропольского края получил меньше денег, чем ожидалось. А ведь только в этом году планировали отремонтировать больше 500 километров краевых дорог. Но власти нашли способ, как реализовать эти планы. У нас ни один метр дороги не в пуле уходит. За счет того, что мы с вами провели большую работу и исключили, скажем так, недобросовестных партнеров в эксплуатации дорог, а везде ушли только в наше дорожно-стрелительное управление, которое фактически работает в новой рентабельности, в жестощайшем решении экономии, мы безболезненно это получим. В конце заседания глава края дал членам правительства ряд рабочих поручений. Многие связаны с защитой прав слабослышащих ставропольцев. Сейчас нет возможности отправить смс на экстренный номер 112, только голосовое общение с оператором. В ближайшее время это должны исправить. Владимир Владимиров также поставил задачу организовать сурдоперевод программ на краевом телевидении, а в поликлиниках слабослышащих должны пропускать без очереди. Кроме того, на выборах 14 сентября на участках, где зарегистрированы люди с нарушениями слуха, будут дежурить сурдопереводчики. Леонид Нечпуренко, Григорий Муратов, Ставропольское телевидение. В Кочубеевском районе опрокинулась сегодня пассажирская «Газель». Пострадали 6 человек. Подробности ДТП в сюжете Кира Рогожиной. Авария произошла сегодня около 9 часов утра на 59-м километре автодороги Ставрополь-Тоннельный-Барсуковская. Алексей, пассажир злополучной маршрутки, даже представить себе не мог, что конечным пунктом назначения в этот день для него станет горбольница Невиномыска. В самом момент аварии он, признается, помнит смутно сидел сзади. Говорит только, что от удара люди вылетели из окон. Я увидел белую машину и все, уже понесло, закрутилось уже, начали переворачиваться. Повылетали с маршрутки все. Я в маршрутке еще остался, нас двоек вроде бы осталось. Здесь женщина, вот не русская была, ей машина придавила, помогали, поднимали машину. И остальные все уже на улице были. По словам очевидцев, водитель превысил скоростной режим. Как сообщили в Краевую госавтоинспекцию, он пытался обогнать грузовик, не справился с управлением и вылетел в кювет. Сам шофер утверждает, что ДТП произошло по вине водителя легкового автомобиля, который выезжал со второстепенной дороги. Он якобы его подрезал, из-за чего микроавтобус занесло. А я как скорость уже набрал, думаю, я ее сейчас обойду, и она ни с того, ни с сего. Налево, мне, чтобы оттолкновение уйти, налево, думаю, там канава. Выворачиваю сюда, мне пошло поехать. На момент ДТП в Газели было 12 человек, шестеро из них госпитализированы. Благодаря тому, что и водитель, и пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, мы избежали довольно более плачевных результатов дорожно-транспортного происшествия. Если бы не были применены ремни, тяжесть дорожных последствий была бы гораздо выше. Обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в ведомстве. Кира Рогожина, Юрий Угрюмов, Ставропольское телевидение. Еще одна авария произошла сегодня. На этот раз в Краевом центре, на проспекте Юности, при повороте на перекрестке, иномарка столкнулась с мотоциклом. По версии ГИБДД, водитель автомобиля не предоставил преимущества движения мотоциклисту. Однако, как выяснилось, юный байкер не имел права садиться за руль. У него нет водительского удостоверения. В результате несовершеннолетний водитель железного коня получил серьезные травмы и был доставлен в больницу. Продолжаем выпуск. Сегодня на Ставрополе стартует досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления. На губернаторских выборах отдать голос заранее нельзя. Но те, кто не сможет явиться на участок 14 сентября, имеют возможность получить открепительное удостоверение. С сегодняшнего дня их выдают на избирательных участках, то есть там, где люди привыкли голосовать. Леонид Нечапуренко убедился, возможность сделать выбор важна даже для тех, кому физически нелегко попасть на участок. Пандус есть, но он явно крутоват. В одиночку хрупкой девушке на коляске его не преодолеть. Поэтому Оксане помогают подняться волонтеры. Здание достаточно старое, и ступеньки. Кто же не думает, что раньше никто не был, что там все будет. Этот визит на избирательный участок для Оксаны предварительный. Приехала убедиться, что числится в списках избирателей 14 сентября проблем не возникнет. По закону девушка могла бы проголосовать и дома, но для нее очень важно сделать это вместе со всеми. Здесь существует атмосфера, что ты не один, что нас много людей, которым не все равно. Для таких, как Оксана, на участках установили специальные расширенные кабинки, чтобы коляска проехала. Преодолеть препятствия в пути помогут волонтеры. По максимуму мы пытаемся проработать вопрос с руководителями органов местного самоуправления, чтобы оборудовать избирательные участки пандусами для инвалидов-колясочников, чтобы они максимально удобно смогли проголосовать именно те, кто хочет проголосовать на избирательном участке. В избиркоме края обещают в полной мере соблюсти право на выбор и слабослышащих, и слабовидящих людей, а также тех, кого день голосования застанет далеко от дома. На нашем участке будут голосовать и студенты с временной пропиской, с временной регистрацией. По заявлению те ребята, которые очень далеко живут, расположены территориально далеко по краю, они по заявлению будут голосовать. Их количество небольшое. Готовятся к 14 сентября и представители силовых структур. Полицейские уже взяли под охрану участки, где будет проходить досрочное голосование. А в день выборов меры безопасности станут максимальными. Всего на обеспечение охраны общественного порядка в период проведения голосоизбирательной кампании нами планируется задействовать порядка 4 тысяч сотрудников полиции, свыше 2 тысяч представителей общественности, казачества, частных охранных предприятий. Также к обеспечению охраны общественного порядка будут привлекаться военнослужащие внутренних войск, которые дислоцируются в регионе Кавказских минеральных вод. И курсанты Ставропольского филиала Краснодарского университета. Кроме того, на всех участках установят рамки металлодетекторы, а каждый пункт голосования до открытия обследуют кинологи с собаками, умеющими обнаружить взрывчатку. Краевая столица на один день превратилась в деловой центр Юга России. В Ставрополе состоялся форум «Территория бизнеса – территория жизни». Участие в нем приняли более 300 человек, среди которых предприниматели, банкиры, первые лица и главы муниципалитетов Северокавказского федерального округа. На мероприятие побывал наш корреспондент Александр Григеров. Если вы давно думали открыть собственное дело, но не решались на это, то, побывав на этом форуме, у вас отпадут последние сомнения. Здесь можно не только увидеть и познакомиться с успешными предпринимателями, но и получить от них бесценные советы. На мероприятии награждали лучших, самых перспективных бизнесменов Ставрополья, которые не только умеют зарабатывать деньги, но и ведут социально ответственный бизнес. Это, в первую очередь, еще и возможность для выстраивания диалога предпринимателей и власти. На мой взгляд, это сейчас одна из самых актуальных проблем. Все индексы активности и бизнес-развития говорят о том, что без доверия предпринимателей и власти, без понимания того, что они нужны действительно, они не брошены, не кинуты, очень сложно развивать экономику. На Ставрополе форум проводится уже не в первый раз и за это время стал значимым событием для предпринимателей не только нашего региона, но и всего Северокавказского федерального округа. Он служит не только площадкой для обсуждения вопросов, касающихся бизнеса. Прямо на мероприятии его участники заключают договоры о сотрудничестве. На Ставрополе малое и среднее предпринимательство обеспечивают 30% валового регионального продукта, что, впрочем, далеко не предел. Поэтому, если эта цифра будет расти, то увеличится и краевой бюджет. Форум «Территория бизнеса. Территория жизни» как раз призван помочь в решении этого вопроса. Одним из последних его нововведений стало вручение национальной премии «Бизнес-успех». Сегодня «Бизнес-успех». Ранее это был форум. Сегодня это уже статус национальной премии. 33-й раз возвращается на Старопольскую зиму, на которой он как раз и стартовал. Обладателями этой премии в различных номинациях стали 6 предпринимателей. Помимо золотой статуэтки и почетного звания, все они получили ценные подарки и крупные денежные премии. Следующий форум «Территория бизнеса. Территория жизни» пройдет на Ставрополье в будущем году. Александр Григоров, Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Благотворительная эстафета Ice Bucket Challenge, что переводится как «ледяное ведро вызова», добралась и до Ставрополья. Сегодня депутат Думы Краевого центра Александр Куриленко принял участие в обливании холодной водой. Напомню, во всемирной акции в поддержку больных редким недугом по всему миру участвовали звезды кино, телевидения и даже политики. Подробнее о сути эстафеты и о том, не повредит ли здоровью такая благотворительность, расскажет Давид Ванян. Ice Bucket Challenge – это, пожалуй, самый быстро развивающийся флешмоб в мире. Данная акция направлена на повышение осведомленностей о боковом амиотрофическом склерозе и благотворительное финансирование фондов по исследованию этой болезни. Принимал участие и принимал по одной простой причине, потому что сама цель данного флешмоба является очень доброй, благотворительной. И если это действительно поможет людям больным этой проблемой, этой болезнью, то почему бы нет, мир станет чище, лучше, а облиться водой не так уж и страшно на самом деле. По правилам, обливший себя ведром ледяной воды участник должен перечислить в благотворительный фонд 10 долларов и может бросить вызов еще трем участникам. В течение 24 часов они обязаны сделать то же самое, засняв процесс на видео. В случае, если они отказываются от участия в акции, они должны внести пожертвование в благотворительный фонд в размере 100 долларов или сделать и то, и другое. Такие водные процедуры в целом полезны. В принципе, история знает о том, что мы все в Крещенские морозы обливаемся холодной водой, причем это действительно холодная вода, и на улице минусовая температура, и никто от этого не страдает. Компания Ice Bucket Challenge распространилась по многим странам мира, в том числе и по России. Первыми участие в акции приняли известные киноактеры, музыканты и телезвезды, такие как Федор Бондарчук, Данила Козловский, Константин Хабенский, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, а также члены футбольного клуба «Зенит». В акции приняли участие и известные российские политики, в том числе Владимир Жириновский и Виталий Милонов. Вызов Зюганову даю вызов, Миронову и Прохорову. Если вы не обольетесь сверххолодной водой или не направите по 100 тысяч больным детям, мы вас презираем. Лей, пес поганый. Хотя креатив и был подвергнут серьезной критике из-за соотнесения серьезной болезни с простым обливанием из ведра, компания является чрезвычайно успешной в плане осведомлений и сбора средств. Она стартовала 29 июля и к пятнице 29 августа собрала более 100 миллионов долларов. Я считаю, что любое привлечение через какие-то варианты, ну имеется в виду, конечно, со стороны этики и морали, и если каким-то образом удается привлечь внимание к этой проблеме, особенно к проблеме БАС, это боковой амитрофический склероз, вне всякого сомнения, я думаю, что это принесет только пользу. Не вредит ли это здоровью и какие правила безопасности нужно соблюдать? Наверняка здесь не нужно обливаться холодной водой людям, которые болеют в этот момент. Это могут быть и какие-нибудь инфекционные заболевания, это может быть даже самый грипп, подъем температуры. Ну и, наверное, люди, которые боятся холодной воды, потому что это в какой-то степени тоже стресс. В Ставрополе также молодежь активно принимает участие в подобных водных процедурах. Но знают ли они главную цель вирусного проекта? Конечно, принимал участие, ну, потому что мне пришла эстафета в Инстаграме, ну, и я как бы облился водой, потому что это очень популярно, очень развлекательно, весело, вот. Ну, в общем, это очень круто. Эстафету могут передавать кому угодно. Например, звезда фильмов «Форсаж» и Ридди Квиндизель бросил вызов Мишель Абами, Анжелине Джоли и самому Владимиру Путину. Главное в проводимой акции – это чтобы развлечение не оттеснило на второй план цель пожертвования. Но у каждого свои планы. Как говорится, если хочешь быть здоров, закаляйся. Вот и мы не обошли стороной Ice Bucket Challenge. Все новости региона, проекты, программы нашей телекомпании вы найдете на сайте stv24.tv. У меня на этом все. В студии для вас работал Олег Исаев. Я желаю вам приятного вечера. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»